Как останавливать ребенка, когда он переигрывает на публике, начинает воображать и капризничать ребенку 5 лет? Как останавливать ребенка? Ну, останавливать ребенка в 5 лет можно, увлекая чем-то интересным. Вообще, 5 лет это как раз тот возраст, это дошкольники, это тот возраст, который я прекрасно знаю, потому как работаю в педагогической практике, он у меня постоянно встречается. Основной мой возраст от 4 до 6. И, конечно, здесь нужно предлагать какие-то интересные идеи, какие-то нужно предлагать игровые моменты, которые могут как-то ребенка отвлечь, например, и это будет не то переключение внимания, техника, которая до 2 лет с ребенком работает. Достали ключики, а вот они ключики, извиня, а где ключики? И ребенок, ой, ключики, и все, и он уже забыл. Тут так с пятилеткой не будет, но с пятилеткой будет другое, с пятилеткой будет какое-то около квестовое задание. То есть, например, ну, представим ситуацию, что вы идете по парку. У нас в Харькове прекрасные парки есть. И вот вы идете по парку, и вы вдруг, вот видя вот это все, что описано в вопросе, да, понимаете, что сейчас как-то надо, ну, вам как-то надоело, может, вы неловко себя чувствуете, ну, неважно. Ну, вы хотите немножко изменить. Вы не собираетесь кричать или очень угрожающей интонацией сейчас говорить ребенку, так, заткнулся быстро, идешь нормально, спокойно, все, молчать, я сказал. Вот так вы не хотите делать? Вы хотите как-то по-другому выйти из ситуации? И вот как, да? Вот идете по парку и говорите, слушай, а давай сейчас, смотри, такая вот игра. Мы с тобой садимся на лавочку, на лавочке, например, сидим 5 секунд на этой, потом переходим на следующую лавочку, там сидим 6 секунд, потом на следующую сидим 7 секунд. И когда чувствуем, что нам надоело, например, сидеть там, например, дошли мы там до 10 секунд, мы там, например, придумываем какое-то новое правило, что-то еще делать с лавочкой. Ну, к примеру, может быть, это, знаете, кому-то ерундой покажется, то, что я сказал, но некоторым детям это вполне может зайти. Почему? Вот казалось, да, вроде ерунда, а может зайти. Почему? Да, потому что есть определенное условие, есть динамика перемещения, есть подсчет секунд, то есть очень много как бы всего задействовано того, что может для ребенка представлять, ну, какую-то интересную игру только лишь потому, что он в это раньше не играл. А по сути это не ой, мне и самому себе не очень понравился, это же у нас прямой эфир, да, мне что спонтанно надо придумать, а я придумал спонтанно, ну, вот, скажем так, что-то, какую-то ерунду, вроде бы. На первый взгляд, на первый взгляд ерунду. Если покопаться, не ерунда, поверьте мне. Опыты моем, поверьте. Вот. Ну, вот, или что-то такое. Или можно поиграть в игру, которая, какой-то приз, там, ожидаемый, например. Ну, вы понимаете, что, да, вот, в общем-то, можно назначить приз мороженого и поиграть во что-то, где будет приз мороженого. Понимаете, что у ребенка болит горло и не будет сейчас приза мороженого никаким образом? О, у нас будет приз с тобой, мы с тобой пьем чай, там, в каком-то месте, например. Ну, а потому что чай можно. Ну, вот, что-то такое. И вот этот игровой момент, игровой элемент, особенно совместный, он может на чаше весов для ребенка быть так, а, ну-ка, подожди, ну, это прям перевешивает серьезно. И он может в это согласиться. Что будет в результате? Интересное, приятное взаимодействие с вами, а с родителем ребенку всегда приятно взаимодействовать. Если он предлагает какую-то интересненькую идейку, это важно, да? Второй момент, вы уберете то, что неприятно вам и не нужно, потому что я прекрасно понимаю, что то, что описано, выглядеть может шокирующе даже в некоторых ситуациях. А может быть просто вот родитель неловко себя чувствует, когда ребенок начнет играть на публику. Он так не может, родитель, так играть на публику. Ему неловко за ребенка. Но настолько неловко, что как-то уже неприятно становится. И хочется, чтобы это изменилось. Поэтому вот эти два момента, они, собственно говоря, будут. И они неплохие. И вы, если так сделаете один-два раза, вы в каком-то смысле начнете в себе даже навык такой отрабатывать. Отрабатывать.